В эфире информационный блок Доброго Утро Таллина. У нас сегодня в гостях руководитель проекта по обучению и переобучению безработной молодежи Светлана Королева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже почти целый год вы пытаетесь вернуть безработную молодежь на рынок труда, причем молодежь, которая не имеет среднего образования. Делаете вы это абсолютно бесплатно за счет европейских средств. Сейчас начинается Новый год, открывается новый набор. У вас буквально сегодня открываются две новые группы. Расскажите, чему и как вы учите? Мы приглашаем безработных молодых людей, не имеющих законченного образования, получить профессию. Получить профессию, получить возможность трудоустроиться, поскольку мы помогаем с трудоустройством тоже. И, конечно, как-то, может быть, общаясь с такими же людьми, как они, найти себя. Потому что мы предлагаем не только обучение, что очень, конечно, важно и самое главное, наверное, в проектах. Но мы помогаем им найти себя в том плане, что они должны получить какие-то консультации специалистов, юристов, психологов, возможно, специалистов по карьере. Это все входит в наш проект. Эстонский язык тоже в этом наборе. Да, эстонский язык, есть даже курс предпринимательства для тех, кто хочет, может быть, открыть свое дело. Поэтому возможностей много. И вот на данный момент, то есть к концу прошлого года, у нас закончили ребята по 10 специальностям. То, что мы уже могли им предложить. В том числе, вот я предварительно с вами по беседе узнала, что это группа поваров, помощников, стоматологов и строителей. Это очень востребованная специальность на данный момент. Скажите, а помогаете вы ребятам трудоустроиться? Вы знаете, у нас есть после того, как они заканчивают обучение по профессии, у нас есть обязательство отработать практику. Производственную практику на уже местах, где их могут принять на работу. И вот это, конечно, самый большой плюс, если они там остаются. Например, мы считаем, что у нас, ну может быть, немножко предварительно я забегаю вперед, но я считаю, что у нас практически все помощники стоматологов трудоустроены. Очень большой спрос на поваров. Тем более, что они прошли обучение в школе, которая тоже помогает их распределять по организациям. То есть как бы даже с двух сторон мы помогаем им найти работу. И поэтому я считаю, что вот такой подход, обучение, а затем практика, это, в общем-то, дает хорошие результаты. Скажите, как попасть в ваш проект? Куда позвонить, кому обратиться? Да, к нам попасть очень просто. Есть страничка в интернете, где они могут найти все контактные данные. И специальность, специальности, на которую мы сейчас начинаем прием, это sice.ee или телефон 635-25-66. Мы готовы их принять и выслушать. Любой день рабочий с 10 часов и часов до 4 мы принимаем наших новых участников. Известно, что в Эстонии в целом примерно 39 тысяч молодых людей не имеют законченного среднего образования и нигде не значатся, не числятся на рынке труда. Вот они словно пропадают куда-то, может быть, в чёрную дыру. Скажите, в чём проблема, на ваш взгляд? Почему это происходит? Я боюсь, что сейчас растут люди, которые не представляют, в чём их цель жизни. То есть если говорить о том, что в чём смысл жизни, наверное, это перекликается с темой людей, которые пропадают, как вы говорите, в чёрную дыру. То есть они, видимо, не нашли себя до сих пор. Возможно, и это зависит от того, что они не закончили в школу. В школе всё-таки проходят какие-то профессиональные собеседования о профессиях. Я так знаю, что они ходят по различным учебным заведениям, где они могут познакомиться с возможностью получения специальности. Возможно, это как раз связано с тем, что они не закончили школу. Возможно, какие-то домашние проблемы. Ну что, спасибо вам за информацию. Ваш проект – это как раз одна из немногих, но всё-таки, возможностей вернуться на рынок труда, получить профессию. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях была руководитель проекта по обучению, переобучению безработной молодёжи Светлана Королёва.